О потерях в бизнесе, построенном на выкупе, пригожине и секретном указе Путина, мы поговорили с главой фонда Русь сидящей Ольгой Романовой. Оля, привет. Рада тебя снова видеть в нашем эфире. Итак, вот это вот заявление Пескова о засекречивании указов о помиловании. Я хочу как бы разобраться с логикой. Во-первых, означает ли это, что Путин реально подписывал десятки тысяч, а мы знаем, что десятки тысяч заключенных были отправлены на фронт, соответственно, таких указов? И помнится, мы с тобой как-то в прошлых эфирах обсуждали как раз тему президентских указов о помиловании, и тогда обсуждали, что их вообще нету, и что все эти заключенные освобождаются и отправляются на фронт, соответственно, совершенно беззаконно. Привет. А вот ситуация просто куда ни киня, вообще всюду клин. Потому что если существуют секретные указы о помиловании, то это как-то тоже с Путину не очень. Потому что получается, что имя, а именно наемничество. Алло, президент, что с тобой не так? Если Путин милует их в какой-то другой момент, то все равно вопрос, каким образом эти люди оказываются на фронте. В какой момент они оказываются на фронте? Когда именно их резиденты, как об этом становится известно, прокурору, участковому милиционеру, сотрудников СИН и так далее, и так далее. Если это секретный указ. Это от кого секрет? После этой ужасающей истории с заключенным Тютиным пошли активные разговоры о том, что якобы вот так через ЧВК Вагнера можно свободу купить, и что это такой некий новый бизнес Пригожина. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что для Пригожина такой бизнес мелковат. Все-таки человек, который занимается не только школьными завтраками, и не только масштабными поставками в Министерство обороны все-таки продовольствия, и не только фабрикой троллевых. То, что такое для них там, для этого человека один предприниматель. Ну, в общем, по большому счету довольно мелкий. Ну, что такое черный риэлтор? Ну, в общем, ничего. Я думаю, что это бизнес тюремщиков или бизнес Пригожинских кунаков. Но, скорее всего, тюремщиков, поскольку, посмотрите, бизнес начальника зоны, он всегда состоял из двух источников. Это промка, ну, то есть, собственно, по цеха, где заключенные работают, и обычно это идет через карман начальника зоны, там более верхние карманы, для которых тоже это не самый главный источник заработка, в отличие от начальника. И второе УДО, торговля условно-досточным освобождением. И вот этих двух источников с начала войны начальники лишились полностью. На промке работать некому, а УДО никому не впаришь, суды УДО не дают, потому что все должны идти на фронт. И все, и живи на зарплату, как хочешь. А тут приезжает Чаваковагна. Чаваковагна приезжает и говорит, я сейчас тут буду вербовать. Когда приезжают вербовщики, они не знают, сколько они заберут из зоны. 100, 200, 300, 325 или 327. Они не знают. И в конце концов, даже если ты подписал какие-то согласия, пока ты не подписал контракт, в принципе, ты можешь отказаться еще. И многие отказываются. Здесь, в общем, пока никого зарога, насилие никуда не влагу, сказать честно. Там заключенные сами, в общем, проявляют вполне себе полную бесхребетность и безмозговость. При этом есть те, кто проявляют на смекалку и говорят, слушай, начальник, давай ты меня запишешь, как будто я вагна нарушу. А я тем временем отсяжусь полгода, 180 дней где-то там, и выйду как новенький. И я думаю, что просто вот этот питерский черный риэлтор, просто уж очень яркий пример. Ну и еще, пускай всему, 6 лет. 66 лет. В общем, понятно, что, наверное, Том Круз продержался бы, наверное, 180 дней на войне. Ну, если бы очень сильно повезет. А здесь все-таки, ну, нет. Ну вот про бесхребетность, кстати, про то, как продержаться. Тоже появились на этой неделе. Ну, по сути, жуткие кадры вот этого кладбища, где якобы захоронены вагдаровцы. Скорее всего, это заключенные в большей степени. Неужели вот тех, кто все-таки проявляет бесхребетность и собирается таким образом на фронт, не пугают подобные видео? Или у них просто нет доступа к такой информации? Нет, нет, конечно, доступ есть. И более того, в общем, Пригожин же он и сам лично показывает, как он ходит по... как он хоронит. Он, в общем, вполне себе придерживается этого нового нашего государственного культа бессмертия, вернее, отсутствия смерти. Бессмертия только для Путина. А для всех остальных, да что вы так цепляетесь за эту жизнь? Да не так уж и страшна эта смерть. Вы же слышите, от Соловьева до кого угодно. Все говорят о том, что, ну, чего уж вы так прямо уперлись? Нафига вам эта жизнь? Поэтому не пугает это никого. Я имею в виду заключенных все равно. Для них такая жизнь в тюрьме, там еще 10-20 лет, она, в общем, иногда и хуже смерти. Уж так постаралось местное начальство сделать так, чтобы тюрьма стала самым страшным местом на земле. Ну и плюс ко всему, это, конечно, традиционная русская рулетка. Люди рассчитывают на то, что вот они-то как раз попадут в эти там 15-20 процентов выживших. Еще один такой аспект, мне кажется, мы его ни разу не обсуждали, про вот тех, кто вернулся и тех, кто остался. Но есть же потерпевшие от рук этих заключенных. Неужели вот эти потерпевшие не возмущаются, не жалуются куда-то? В общем, ведь, по сути, они могут жить на соседней улице с убийцей, если речь идет о какой-то небольшой деревне. Вы знаете, это очень очередной момент. Потерпевшие возмущаются и жалуются. Вернее так, возмущались и жаловались. Писали в прокуратуру, там писали, куда не могли писать, писали, как обычно, президенту на деревне дедушки. Одно и то же, президенту на деревне дедушки. Это, в общем, один адрес. Но сейчас эти обращения прекратились полностью. Ну, во-первых, потому что люди поняли, что пиши-не пиши, ничего не будет, а во-вторых, что совершенно поменялась государственная концепция. И мне рассказывает родственница одного из вернувшихся, что она встретила на улице мать жертвы, девушки, которая была жертвой вот этого человека, вернувшегося. И мать сказала, нет, теперь претензий никаких нет, он герой, он смыл кровью. И вот так, насколько я так слежу и спрашиваю, те потерпевшие, кто недовольны, они просто затыкаются. Вот я уж не думала, правда, о том, что какая-то подобная реакция в обществе существует. Неожиданно. Спасибо, Оля. Спасибо. 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 Спасибо.